Насколько сложная глава о высокой философии. Все космологические темы, они сложны для восприятия, потому что в них требуется очень большая интроспекция, и необходимо базовую эти основы понять. Когда ты основу понимаешь, тогда всё становится ясно. Ты слышишь главу, и всё становится. Она становится, она так ничего не понимает. Здесь речь о чём идёт? О том, что существует познающее начало, что всё во Вселенной из двух начал состоит. Одно – это познающее начало, сознание, и второе – это деятельное начало, энергия. Если внутри нас, например, вот сейчас я говорю, есть познающее начало, сознающее начало, оно командует, оно формирует идею. Но для того, чтобы мне эту идею высказать, мне нужно деятельное начало, мне нужна энергия. Ну и вот здесь Баба рассказывает, он говорит, что энергия, в ней три составляющих компонента. Первый – это компонент осознанности, второй компонент – это компонент трансмутации, преобразования чего-то, и третий компонент – это компонент статичности. И он объясняет санскритское слово «сарва». Сарва. То есть вы знаете, что любому явлению соответствует акустический корень. Например, вы идёте, и шарк-шарк произносится звук. Хрум-хрум по снегу. Это своего рода акустический корень – звук, сопутствующий действию ходьбы по снегу. Можно сказать хрум-хрум – акустический корень. Подобно этому, любое действие, например, действие, когда атом возникает из пространства, просто он образуется, элементарная частица, в этот момент вот это вот действие, деяние, акт появления нового атома, он сопровождается звуком. Мы, может быть, не слышим этот звук, но волна определённо присутствует. То есть наши уши не настроены воспринимать такие тонкие вещи, но волна присутствует. И у этого звука есть. Какой это звук будет – это будет звук а. И подобным образом молекулы соединяются, химические реакции происходят, углерод сгорает и даёт в результате огонь и так далее, вода замерзает – у всего этого есть звуки. Каждому из этих действий сопутствует звук. И этот звук, он контролирует это действие. Поэтому если ты контролируешь звук, ты контролируешь все действия. В Индии у них есть вот эти музыканты, которые... Например, он начинает играть, и дождь приходит. То есть это настолько высокий уровень мастерства, что человек попадает вот он... Настолько он попадает вот в эту гармонию волновую и звуковую, что само это явление вызывает резонанс в природе и его игра, и само это явление происходит. Вот на этом же принципе наша мантра основывается, что специфические, очень мощные звуки и особая гармония этих звуков, которая пробуждает и внутри тебя, и во Вселенной обрезённый эффект. Вот Юбаба объясняет слово сарва. Он говорит, сарва значит всё, всё. Он объясняет это и он даёт... На хиндии оно звучит как саб, шаб, на бенгальском это шокол, на майдхиле это было саб и так далее. То есть все индийские языки так или иначе базируются в санскрите, кроме южных языков. Там Милмадуи, там Киралу эти языки свои, то есть они местные языки. А северные языки считаются индоевропейские языки. То есть эти индоевропейские языки и русский туда же входит в эту семью языков. Вернее русский на самом деле ближе всего к древнему санскриту из всех языков. Допустим, Пикридадов приводил пример. В современном санскрите будет как? В современном санскрите дом это... Как будет дом? Грехам. А в древнем санскрите дом будет дхама. Дхама. В древнем санскрите будет этад-нас-дхама. Это наш дом. Этад-нас-дхама. В современном санскрите будет идам асмакам гри. То есть видите разницу. Но так или иначе это не тема. Так или иначе все эти языки связаны. Макибава объясняет. Он говорит слово сарва. Сарва означает всё. И оно происходит из трёх акустических корней. Са – это корень тонкого начала в энергии. То есть вы знаете три начала – сатва-гуна, раджа-гуна и тамва-гуна. Энергия статичности, энергия трансмутации, действия и энергия тонкости, энергия сознанности. И вот энергия тонкости – это звук Са. Энергия динамичности, трансмутации – Ра. И то, что даёт качество, наделяет качествами, оформляет как-то объект – это ва. И поэтому всё во Вселенной состоит из трёх начал. Обязательно осознательное начало, обязательно там есть деятельное начало и в конце концов какое-то качество есть. И вот это качество, то есть тогда объект становится завершённым, сарва. Вот это он слово объясняет. Понятно теперь? Нет? Судя. А то так ничего не понятно, я слушаю, думаю, что там понятно, я думаю, ничего не понятно. Это особо сложная глава такая попалась. Обычно Ананда Вачинабритама – это очень простые темы. Если субхашид самграха читать, то есть баба давал два типа лекций. Один тип лекций – он вечером просто выходит и разговаривает с учениками. И это на 10, на 15, на 20 минут. Он даёт небольшую мини какую-то тему, и потом он уходит. А субхашид самграха – это два раза в год проводится Дхарма Махасамилан и Дхарма Махачакра, то есть большое-большое собрание учеников, тысячи и тысячи учеников приезжают. И тогда он выступает с платформы как президент мессии, как гуру. И он выступает, и он даёт такую мощную, большую-большую-большую тему. Поэтому когда ты субхашид самграха читаешь, тогда ты понимаешь, что значит философия. А нам давать чинамридам – это так, легко. То есть ты читаешь – всё сладенько, хорошо, здорово. И с таким чувством больше к эмоции он взывает, меньше к философии, больше к эмоции, к чувству любви, к этому стремлению быть хорошим в человеке, к чувству любви к Богу и так далее. Эти темы основно раскрываются. А субхашид самграха, когда ты её начинаешь читать, ты понимаешь, что значит гранит философии. То есть это действительно... И вот с философией, когда ты читаешь, твой разум взмывает, он поднимается. То есть ты должен настолько остановиться и замереть вот в этом абстрагировании, читать его, что же это такое? Абзац прочитать и переваривать. У тебя глаза замирают, всё замирает, ты сидишь, перевариваешь. И когда ты так делаешь, делаешь, у тебя возникает желание медитировать. О, хочу, всё, я теперь начитался, хочу теперь я это испытать. У меня много так раз было, читаю, читаю, брошу книгу, сяду, медитировать. Потому что оно вдохновляет, то есть в словах гуру есть особая сила. В Праба Ацамгити, вот он 105 тысяч 18 песен дал, в каждой из этой песни есть специфическое настроение, специфическая сила, специфическое вдохновение. Однажды одно из этих вдохновений тебе поможет, однажды одно из этих вдохновений решит твои проблемы и трудности в жизни. То есть гуру, это не просто слова, которые он говорит, просто слова говорят ораторы. Тише, ораторы, ваше слово, товарищ Баба. То есть ораторы могут говорить слова, в этих словах может быть какая-то сила, может быть не быть никакой силы. Но гуру, когда он говорит слова, в этих словах находится решение твоих проблем. Мало того, что это рецепт решения твоих проблем, это ингредиенты для решения твоих проблем. Допустим, если у тебя есть книга рецептов, пиццу приготовь. Этого мало, ты не приготовишь пиццу с этой книгой рецептов, правильно? Ну и тебе нужна хоть по крайней мука, сыр, помидоры. Это минимум, желательно ещё орегано, базилик. Это минимум-минимум, а там побольше, допустим, можно брокколи положить, ещё чего-нибудь, и будет пицца. Плюс тебе нужно знать, как приготовить. Так вот, гуру — это не только тот, который тебе даёт книгу рецептов. Такие гуру, которые дают только тебе книгу рецептов, считаются низшей категории гуру. То есть он тебе говорит, как делать, но ничего тебе не даёт. Делай, как хочешь. Я тебе дал книгу рецептов, а ты теперь дальше сам. А высшая категория гуру — это тот, который тебе дал рецепт, и вместе с этим рецептом он дал тебе, из чего это готовить. То есть он дал тебе рецепт, он говорит, так делай, на тебе вот это всё, бери и делай. И это высшая категория гуру. И наш Баба, он относится к такой категории гуру, который даёт тебе всё и даёт тебе знание, как это сделать. Вот вы заметите, это происходит и в физической сфере, и в психической сфере, и в духовной сфере. У духовного искателя никогда не будет ни в чём потребности. Это в глубине. Внаружи ты можешь думать, ой, у меня столько потребностей, у меня столько проблем, у меня столько всего не решено. Но если ты в глубине, вот в дух пойдёшь, вот к самому корню своей духовности, ты найдёшь, что я там внутри слышу его руководство, глубоко в сердце. Я знаю, что нужно делать, я знаю, что нужно делать, но что мне делать, если у меня нету ничего? И также ты найдёшь во внешнем мире, что уже всё готово для тебя, для того, чтобы что-то делать, то, что ты услышал в своём сердце. Поэтому гуру – это тот, кто тебе обеспечивает знания, как делать, и даёт тебе всё необходимое для того, чтобы делать. А что я начал говорить? Я начал говорить, я вообще забыл, про что я говорил. Я начал говорить про субхашид самграху и про бабильные слова. То есть Баба, когда говорит, однажды вот эти его слова какую-то твою проблему решат. То есть у нас у всех есть психологические блоки, у нас есть страхи, у нас есть стыд, у нас есть страх, у нас есть разные вожделения, гнев, зависть, жадность и прочие вещи. Это всё разные психологические проблемы, которые у нас сидят. Теперь в какой-то момент ты не готов решить эти проблемы, но в какой-то момент ты созреешь, и тебе нужно будет только финальный толчок. И когда ты читаешь книги Балины, ты вникаешь в них, в какой-то момент бах, и ты получишь и нужную энергию, и нужное руководство. Мне интересный был опыт. Устал очень сильно. Усталость подразвивает также падение духовное. То есть когда ты отдаёшь энергию больше, чем ты можешь её получить в медитации, это значит, что в какой-то момент ты начнёшь так же. У тебя не будет энергии для того, чтобы удерживаться на должном уровне, на духовном. Потому что чтобы даже просто оставаться на том уровне, на котором ты находишься, необходимо бороться. То есть ты не можешь оставаться, ты взобрался на высоту. Мир скажет, куда ты забрался? Это не положено, тут все люди вообще на другой волне. И постоянно мир, который на другой волне, он пытается тебя подстроить под себя. У нас это так и есть. То есть мы всегда друг друга под себя подстраиваем, перенастраиваем. Если ты будешь со мной находиться, то ты потихонечку будешь становиться как я, а я буду становиться как ты. Потому что мы друг друга под себя переделываем. И если ты делаешь садхану, а весь мир не делает садхану, не делает медитацию, ты взбираешься, 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 предела нет. Но для того, чтобы там оставаться, тебе нужно цену платить. Тебе нужно делать усилия, прилагать. То есть без усилия ты опять вернёшься туда же, где общий стандарт. И усталость, не нужно допускать усталость. То есть нужно всегда делать достаточно медитации для того, чтобы усталости не было. То есть нужно попробовать позаботиться о себе, помедитировать. Но я не очень хороший в этом пример, иной раз я, бывает, устаю. Особенно езжу, 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 лекции читаю, читаю, устану вдрызг, и тогда я уже хочу куда-то деться, чтобы отдохнуть. И вот как-то был такой момент, что я уехал из Барнаула, думаю, Барнауле мне житья не дадут, я уеду. Я уехал в Бийск, а в Бийске дадут житья. Там меньше народа, и вот они приходят, чуть-чуть мы с ними побудем, и они потом уходят. Я могу обалдеть. И моя идея отдыха была такая, значит, спать, есть, медитировать и смотреть Стартрек. Ну, в общем, называется вегетативное состояние. То есть как растение живёшь, кормишь, поешь себе. Два дня я так жил, уже чувствую, немножечко силы начинают восстанавливаться, у меня какая-то искра прошила. Я думаю, надо что-то полезное сделать. Не могу же просто вжить и вот так, как овощи. Надо что-то полезное сделать. Ну и что полезного? Думаю, дай-ка я возьму один отрывок из бабинных книг, и переведу, и помещу куда-нибудь в ВКонтакте. Кто-нибудь прочитает или что-нибудь это хорошо будет для него? Я взял какой-то отрывок, я его миллион раз читал до этого, и я его перевёл. А когда ты переводишь, нужно его снова читать, и снова читать, и снова читать. И все слова вылавливать, убирать тавтологию, выравнивать стиль и всё-всё-всё. Я его прочитал, наверное, раз двадцать. А потом просто мне нравится, как оно переведено, и я читаю, доволен работой. И когда построил, допустим, резетку прикрутили, лампочку прикрутил, так отойдёшь, посмотришь. Точно так же ты перевёл, и ещё два-три раза надо прочитать, чтобы просто удовольствие получили. Хорошая сделанная работа. Я читаю, читаю. И в какой-то момент, когда критическая доза достигла, я почувствовал очень-очень сильное вдохновение. Прямо такое вдохновение, какое-то прочищение в уме. И я лёг спать. Утром я проснулся с таким чувством, что хочу делать медитацию, хочу делать асаны, хочу делать всё, что положено делать. То есть два компонента всегда есть. Есть компонент сознания и есть компонент энергии. Сознание – это вещь такая, которая более долговременная. Энергия менее долговременная. То есть энергия приходит, уходит. Сознание, когда ты приобрёл некоторое сознание, у тебя оно укладывается, это твоё видение мира, это твоё мировоззрение. И мы знаем, что надо делать, но у нас нет желания это делать. Почему? Сознания не хватает или энергии не хватает? Тебе не хватает энергии. То есть ты растратил энергию. Либо ты её хорошо растратил. Ты её плохо растратил, если ты, допустим, вовлёкся в какое-нибудь сплетничество или в какое-нибудь негативное, или начал просто бояться, например, мысли думать негативные, или волноваться начал и так далее. Ты энергию плохо растратил, неконструктивно растратил эту энергию. Но так или иначе ты растратил энергию. И когда ты растратил эту энергию, ты не позаботился, чтобы она наполнилась, какой будет эффект? У тебя будет такой эффект, что медитировать не хочу. Знаешь, что медитировать надо? Надо садиться медитировать, но желания у меня нет. То есть это говорит о том, что уровень энергии твой пал ниже допустимой нормы. Что нужно в этот момент делать? Нужно садиться на автобус или на машину приезжать сюда в Анандашиване, идти в баню, в лес, медитировать, быть в сацанге, потому что все духовные искатели они друг друга заряжают. Я когда приезжаю, допустим, на Тайвань, я среди дат там нахожусь, у меня такое ощущение, как будто я просто пью нектар и мед неразбавленный. То есть такие мощные люди вокруг меня находятся, и вот я чувствую, что пью мед и нектар неразбавленный. И среди вас я так чувствую. Вот когда братья сидели, Вират и Адвайт, они пели шуму кирпаны чоле джабо ами, то мари нам ти шатыние. Они много-много раз её репетировали, может быть два часа. Я сижу там у компьютера, я чувствую, ну надо же, как это счастье на меня свалилось, почему? Чем я такое счастье, откуда я заработал это счастье? Вот это волшебство распространено, оно присутствует там, где люди делают медитацию. И нужно стараться искать компанию таких людей. Эта компания стоит дороже всего в мире. Один из авторитетных йоговских документов, таких манускриптов, называется Йога Васишта, там объявляется, что сатсанга духовной компанией является наивысшей формой религиозной практики. Это значит, что ни чтение книг, даже медитация уступают этой форме практики, сатсанге. То есть общение с другими, быть в компании других духовных искателей. Побудешь с ними... Даже вот человека взять абсолютно не в теме, он полностью и не настроен ни на какую духовность, он материалист в 35-ом поколении, этот человек. Ну помести его в сатсангу и подержи его 6 месяцев там, и не дай ему сбежать. Через 6 месяцев это будет новый человек, он переродится в этой атмосфере. Поэтому это у нас очень такая мудрость житейская, она состоит в том, чтобы... Не даже когда ты уже чувствуешь... Вот говорят, что если ты чувствуешь жажду, это значит, что уже у тебя тело дегидрировано, это значит, что уже ты страдаешь от обезвоживания, и уже происходят негативные процессы внутри твоего тела. То есть не надо доводить до того, что ты чувствуешь жажду. Точно так же и в медитации. То есть это не то, что когда ты чувствуешь, что не хочу медитировать, надо бежать на коллективную медитацию или ехать в анандошивание. Но до этого в качестве профилактики не допускаешь. То есть ты думаешь, так, уже, наверное, скоро я перестану хотеть медитировать, надо ехать и надо участвовать в коллективной медитации. Это было такое особое благо, которое наш гуру нам предписал делать коллективную медитацию. Для меня сейчас у нас в гостях Виктор Людмила и Анушари. Анушари — это моя духовная мама. Почему? Потому что когда я был маленький и только-только начинал медитировать, они были старше. И вот мы собирались, я попал туда... Я чувствовал, что это люди вообще не моего полёта. Они как-то там, высоко, далеко, где-то. И они такие святые для меня казались. Ну я думаю, ну как-то я хоть с краешку пристроюсь немножечко, если тут на порожке я посижу, вот уже нормально, уже хорошо будет. Вот это ощущение у меня было. И я помню, я с ними связался, и я помню, как вот эта трансформация, которая происходила, она была головокружительной. То есть я думал, вау, что со мной происходит? Я никогда не ожидал, что я буду меняться. И не хотел, и не собирался. Но находясь с этими людьми... Вот два раза в неделю у нас была коллективная медитация. Я помню, это была среда и четверг. И нельзя никак пропустить. То есть пропустить ты что-то, мне куда-то пытаются что-то отправить, другое делать. Нет, это всё, это война. Ни в коем случае я не могу пропустить это. Просто для меня смерти подобно. Я не могу пропустить коллективную медитацию. Потому что я хочу быть с этими людьми. Этими людьми... Ну ничего, вы не устали ещё, можно говорить? Я ещё собирался сегодня поговорить об этом. Есть три качества святости, которые возникают у человека, когда он практикует медитацию. То есть как отследить процесс твой, ты прогрессируешь или нет. Три качества вот это покажет. И ты сразу видишь реальную духовность, ты отличаешь от наносной какой-то духовности. Или, как сказать, мимикрию под духовность, подделывание псевдодуховности. Вот эти три качества и для нас тоже, мы для себя можем проанализировать, насколько я продвигаюсь или я не продвигаюсь. Это три вещи. Первое, саралата, это значит простота. То есть чем ты дальше продвигаешься в духовности, тем ты ближе к земле, тем ты проще. Ты спокойно берёшь лопату и копаешь. Ты проще становишься, гораздо проще. До того, как ты пришёл к этому... То есть до того, как ты реально начал практиковать, и у тебя сдвиги пошли, у тебя будет такой замороченный ум. Ты будешь говорить, мои чакры сияют, я там кундалини свою поднял в восемнадцатую чакру. Вот эти вещи ты будешь говорить, а люди будут смотреть и думать. Но когда ты реально прогрессируешь в духовной сфере, ты становишься очень простым, очень-очень простым. Я помню Дада, мой в тренинг-центре, Дада Хари Крипананда, у меня было такое ощущение, что он недалёкий человек. Почему было такое ощущение? Потому что он никогда не философствовал. То есть с ним пойдёшь, он там нас... Всё, пошли крышу крыть, вот мы с ним кроем крышу. И вот он... Ну то есть мне кажется, ну вот мужик просто. Я говорю, Дада, ну чего ты лекции не даёшь? Он говорит, а, мой интеллект, я всё там продал уже, всё, магазин закрылся. А потом как-то нам к экзаменам надо готовиться, и он начал нас готовить к экзаменам, и он начал читать лекции. Я когда начал слушать лекции, я подумал... Вау! То есть он говорит, и он такие глубокие вещи, так вдохновляющие, говорит, ну особенно праутон ориентируется, социально-экономическая теория вот с точки зрения духовности. Вау! И такой простой вообще, как ребёнок. Ты думаешь, ну как он так прячется, как он так скрывает это? Так здорово он это скрывает. И у него нет потребности. Обычно, как вот есть вот это у людей, потребность такой быть выскочкой, да? Или каждой пробке затычка. То есть он обязательно ставит свои пять копеек. А вот это, вот это, вот это, я считаю так-то, так-то. Почему? Потому что есть голод внутренний и пустота. Голод состоит... То есть я несчастен. По сути, я несчастлив. Поэтому у меня есть какой-то вот... Выскочу, если я там в каждой пробке затычка буду, у меня есть какое-то удовлетворение для моего эго. Я чувствую, что я умный, я важный. Люди думают, что я тоже умный. Важно, чтобы люди думали, что я умный. И мне как-то вот немножечко кайфово от этого, хорошо. Но когда ты больше получаешь счастья, наполняешься глубже, тогда ты думаешь, о, это вот так напрягающе, что-то там выступать и где-то пытаться умным показаться и так далее. То есть ты достигаешь простоты. Называется саравата простота. Второе качество, которое расцветает вместе с той практикой духовной, это садгута. Садгута значит честность. С одной стороны честность, с другой стороны доброта. Кто такой садгут? Садгут Баба объясняет. Вы знаете, нет? Читали Иван Андреевич Муритан? Кто такой садгут? Кто-то желает добра всем существам делать, помогает. А ещё какое качество садгут? Там было очень чётко сказано, определенно. Кто такой садгут? Это целая концепция понятия. В Индии странствующих йогов называют садгут, садгут. И они считаются такие магические люди, они всё могут. Так кто такой садгут? Как вы читаете книжки? Нужно же запоминать? Садгут. Садгут значит тот, рядом с кем другие люди становятся хорошими. Вот это садгута. То есть с одной стороны есть честность и прямота, у него разум не кривой. Он не кривой его разум, у него разум очень прямой. То есть он простой, прямой, честный и в то же время добрый. И в то же время злой. Ну в смысле не злой такой, что злой, но может быть таким суровым. Не обязательно он гуди-гуди, не обязательно он такой хорошенький мальчик. Он может быть суровым, этот человек. Но своей добротой и своей суровостью он делает других людей хорошими. Это садгута называется. И в конце концов последнее качество. Вот это вот критерий. Вот для меня вот это критерий. Делаешь ты медитацию или не делаешь? Сохраняешь ты баланс? Находишь ты на духовном пути или ты потерял духовный путь? Он ушёл у тебя из-под ног, и ты не заметил, куда он делся этот путь. Вот это качество теджасвита. Теджасвита – это значит одухотворённость. То есть в тебе горит огонёк. И люди видят, что ты внутри есть вот этот бьётся. Там внутри радость. Она бьётся, как живая. Да, она присутствует. И вот эта одухотворённость очень-очень важна. Часто у них есть поток духовности. И вот они светятся, светятся, светятся. В том раз – обстоятельства жизни поменялись. На другую работу устроился. Женился, вышел замуж. Или ещё чего-то случилось. И потом раз – и нет этого одухотворённости. И уже начинаются тысячи причин. О, я не могу на коллективную медитацию прийти, потому что или на ретрит прийти, у меня денег нет, или у меня там работа не пускают, или у меня там ещё дети, пятое, десятое. Мы же всё знаем, когда ты что-то хочешь, ты обязательно найдёшь возможности, и у тебя будут шансы это сделать, это реализовать. И вот как раз вот этот огонёк, он означает, что ты вдохновлён. Ты вдохновлён, и для тебя это не то, что как... Ох, надо медитировать! Это значит, что надо медитировать. И ты всё время ждёшь вот это вот. Волшебство приближается, ретрит, например, приближается, или ещё что-то, или служение какое-то. Это как волшебство какое-то. О, скоро наступает праздник, наступает, наступает. Вот это одухотворённость. И что бы ты ни делал, ты делаешь это с радостью. Это не то, что ты из напряга, из какого ты делаешь, ты из радости это делаешь. Вот три качества. Эти три качества должны быть для нас ориентирами. Являюсь ли я простым... Галочку поставьте. Являюсь ли я честным и хорошим, и готов ли я делать других людей хорошими? То есть способен ли я, чтобы в моём присутствии так отражался Бог в тебе, чтобы другие люди тоже вдохновляли меня быть хорошими? И третья галочка – это одухотворённость. То есть вот это вдохновение, чтобы оно внутри киприло тебя постоянно. Ну всё, наверное, хватит. Ну всё, наверное. Спасибо. 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 Спасибо.